Всем привет, Зебраш Семёрочка. Продолжаем делать нашу ракету енота. После того, как в скульптуре я сделал все заготовки, заготовку головы, заготовку вот этого тела, теперь я вставил вот именно кисти и ступни. Как их сделать? Можно, опять же, хотел я их сделать в скульптуре. Ну, в принципе, можно было бы там сделать. Процесс вам будет, наверное, неинтересен. Что я сделал? Я зашёл в ликбокс, нашёл вот этого стандартного гражданина, Nix Human Mag, вот этого. Я его открыл, и вот, что я с него взял. Взял я с него кисти и ступни. Просто, чтобы не лепить, не тратить время, вот так я замаскировал всё это дело. Нажал Ctrl W. И с помощью Shift и Ctrl нажал на выделенную вот эту модель. Затем я сделал Make Polymesh, вот так вот кисти. Зашёл в геометри. Делал Hidden, который уже вроде не нужен. И теперь вот сделал Close House. Получилась у меня вот такая кисть, вот такая вот заготовочка. Включил поле F, вот эту, чтобы посмотреть сетку. Её нужно переделать. С помощью ротации я это всё дело повернул. Вот так вот. И уже вот с этой кистью начал работать. Теперь поменяю сетку. Dynamesh делать нельзя, потому что он её всю попереломает. Я взял ZRMesh, поставил чуть побольше полигонов и сделал ZRMesh, чтобы кисть была более чёткая. Вот такая кисть получилась. Всё прикольно. Вот с этой кистью я и работал. Можно её выровнять. И вот так вот пройти маской, замаскировать именно пальцы. И уже в деформации чуть-чуть можно Ctrl-I, и в деформации инфлатена можно чуть-чуть прибавить толщину пальцев. Вот так вот. Вы видите, что уже прикольно. Опять же кисть енота отличается от кисти человека. Здесь можно что сделать? Можно вот так вот всё это дело замаскировать, посмотреть, что да как со всех сторон. пальцы можно чуть-чуть вот так вот вытянуть. Получается вот так вытянутая рука. Уже больше похоже на руку енота. Следом, что с помощью мофта полоджи кисти немножко её тут подкорректировал. Сделал здесь потоньше. Вот эта часть у енота потоньше. Вот так она где-то выходит. Вот таким вот образом. Следом, что можно сделать? Как подготовить кисть именно к модели? Уменьшил драфт сайз и замаскировал вот эти вот части верхней. Вот так вот. Фаланги. Для чего это нужно? Жмёте Ctrl-I. Опять же, инфлатаном делаете их чуть-чуть вот так побольше. Снимаете выделение и уже опять же графсайз побольше и шифтом вот так вот можно их чуть-чуть выгладить. С этим пальцем то же самое. Так, кисть уже есть. Теперь немножко её можно ещё здесь вот поднять, подготовить. Вот таким вот образом. И вот теперь нужны ногти. Здесь чуть-чуть можно раздвинуть кое-где. Вот так вот. Вот таким примером. Следом, что я сделал? Зашёл в Subtool и открыл Append и взял вот именно куб. Можно делать с любого примитива. Можно вот даже взять конус вот так вот на него переключиться. Теперь делаем ему Dynamesh. Ну и теперь можно его уже резать. Резать это Ctrl-Shift. Первая резка у меня клип циркл вышла. Вот так вот вытягиваете немножко. И вот так вот можно обрезать. Даже побольше чуть-чуть вот так вот взять. Вот так вот. И следующая резка выходит у вас уже стрим-циркл вот эта внутрянка. Вот что-то такое у вас получается. Следом можно поработать стрим-курв вот так вот. вот таким вот образом. Теперь всему этому делаете опять же Dynamesh. Смотрите, чтобы была одна полигруппа Ctrl-W. Делаете Dynamesh. Следом, деформация. Можно сделать Polish. Вот так вот. И вот уже заготовка получается именно на когте. Все это дело еще можно, конечно, доработать с помощью уже кистей. Допустим, Claybird ставите вот так это побольше. И вот TheSat вот таким вот образом можно уже изменять кисть. Вот таким вот уменьшайте интенсивность. И вот так вот потихоньку уже моделируйте ноготь. Вот так вот. Теперь всему этому делаете Polish. Все это дело можно вот так вот выгладить посильнее. Сделать ноготь помягче, более-менее острее. это опять же Moff Topology. Можно вот здесь вот так его с помощью вот этой кисти вот так вот моделировать. Как вам будет удобно. И получается вот такой вот ноготь. Можно его еще сделать чуть-чуть с подъемом. это вот так вот чуть-чуть можно завернуть. Это уже как вам к вашей модели подойдет. Теперь я уменьшаю Size. В геометре делаю Size и уменьшаю размер. Вот так вот. И с помощью ротации все это дело с помощью Moff вот так все это дело подношу именно кисти. И с помощью ротации можно это все покрутить, повертеть, подогнать. Теперь с помощью Moff подводите к пальцу и уже здесь вот можно его отмоделировать. Вот так вот уменьшить чуть-чуть, прибавить. Чтобы вам было виднее сейчас поближе подвину. Ну и с помощью ротации чуть-чуть вот так вот его подогнать. Немножко еще можно его уменьшить. Вот таким вот образом и уже с помощью Moff Topology немножко вот так вот подкорректировать, подогнать, где-то еще можно дорезать. Ну в принципе вот прикольный ноготь уже. Его можно еще пролепить, подготовить, как вам будет интересно для модели. Так теперь немножко опять же ротации, чтобы повернуть вот так вот и с помощью Moff немножко еще вот так вот подкорректировать. Следом жмете Ctrl и вот так все это дело передвигаете, устанавливаете уже на другие пальцы, уже меняя размер или не меняя, смотрите уже сами. И вот опять же вот так вот Ctrl и вот так все это дело переносите и именно в палец вставляете, подгоняете его так, чтобы было все нормально. И опять та же самая операция. ну и ноготь надо добавить на главный палец на большой с помощью MOV корректируем, с помощью ротации все это дело перекручиваем и опять же все это дело подгоняем. у рот вот сюда раз вот и у их так подгоняем я то вот вот я ну и можно именно вот этот уже уменьшить чуть-чуть и так чтобы он сильно большим не был с помощью скайл и вот так вот с помощью него делаем все вот такая лапа получилась у ракеты все это дело теперь объединяем снимаем маску жмем merge down вот так вот вот ok и все тут разбито у нас вот это одна полигруппа ногти это другая полигруппа потом если что можно все это дело объединить и вот так вот точно так же можно поступить с ногой взять ногу чуть-чуть ее вытянуть пальцы сделать по длине и добавить вот эти опять же скопировать вот эти ногти или сделать ногти уже другие следом что можно сделать делайте любой дубликат любого саптула дубликат и вот эту вот лапу можно уже будет добавить можно и просто импортировать если вы сохранили как я жмете импорт открыть теперь нужно и тут именно найти вот наша кисть а вот он в ракета вот теперь с помощью мов нужно все это дело подтянуть сюда вот и с помощью скайл в геометрии уменьшить вот так вот теперь все это дело с помощью мов переводим к нашей ракете так сейчас я пока кисти уже вставленные отключу ставим вот так вот верхний вид с помощью ротации все это дело перекручиваем с помощью мов все это дело вот так вот подгоняем и опять же все это в геометри регулируем размер вот так вот с помощью ротации немножко изгибаем и с помощью мов опять же подводим именно стыкуем с кистью с рукой нашего персонажа вот вы видите что она сильно большая они маленькие лапы у енотов так что уменьшаем еще и с помощью мов стыкуем вот так вот смотрим с разных ракурсов сбоку сверху и немножко ротации подкорректируем вот так вот с помощью мов опять же подведем ну и с помощью скайл наверно можно все таки чуть-чуть ее вот так увеличить вот кисть села и теперь с помощью мов топологи дров сайс поставим побольше можно и вот так немножко тут подкорректировать поперетягивать по уплотнять состыковать с рукой чтобы все было нормально когда кисть установлена нужно сделать теперь зеркалку чтобы вот эта кисть спроецировалась на эту сторону делаем модифит опологи в геометре и делаем миро мпл вот такая кисть установлена уже на ракету все прикольно если вам это если вам этот ролик пригодился ставьте лайк если нет дизлайк дальше будем доделывать ракету уже полностью одежду и сделаем позу ему доработаем опять же голову подкорректируем тут анатомию немножко и будем делать из него классного персонажа все всем пока до свидания а